Осень. Время вдохновения для художников и поэтов. А еще период дождей, холодного ветра, простуд и острых вирусных инфекций. Действительно, осенью люди болеют намного чаще. И виной этому не всегда промоченные ноги или банальный сквозняк из окна. Часто причиной заболевания становится ослабленный иммунитет. Наступает тот период, когда наша иммунная система ослабевает. Внешние перепады температуры становятся прохладнее, снижается температура окружающей среды, переохлаждение идет организма, плохая погода. Мы где-то перемерзли, иммунная система ослабевает. А мы знаем, что иммунная система отвечает за восприимчивость к тем вирусам, к той окружающей среде, в которой мы находимся. Температура воздуха падает, световой день становится короче. И это тоже немаловажно. Организм человека перестраивается и каждый случай индивидуален. У многих возникает апатия, плохое настроение, быстрая утомляемость. А это верные признаки депрессии. 90% жителей страдают данным нетугом. Это больше всего лица женского пола, чем мурского. 1% также затрагивается деток. Причины осенней хондры велики. Это может быть метеозависимость, генетическая предрасположенность организма. Также могут быть стрессы на работе, в школе. Это снижение длительности светового дня. Универсального совета по лечению осенней хондры, так как это не заболевание, нет. То есть есть какие-то определенные моменты, методы по улучшению настроения. Каждый борется с осенней хондрой по-разному. Кому-то хочется жирной или сладкой пищи, а кто-то все чаще обращает внимание на горячительные напитки. И это уже по-настоящему опасно. Врачи рекомендуют есть меньше фастфуда и полуфабрикатов, не злоупотреблять алкоголем. Мы настолько много сейчас употребляем сладкого в продуктах питания, что даже не задумываемся о том, и в хлебе сейчас очень много углеводов находится, да. Любим много сладостей кушать, там конфет. То есть даже колбасные изделия уже не скрываются, что добавляется много углеводов. Поэтому нужно ограничивать это. Это не нужно. И организму тяжело эти углеводы перерабатывать. Если все признаки депрессии налицо, то заниматься самолечением не стоит. Решать проблему с помощью лекарств можно только под наблюдением врача. В домашних условиях гораздо эффективнее другие способы. Пить чай с мятой, больше уделять времени любимому хобби, избегать по возможности стрессовых ситуаций. Андрей Котовский, Руслан Лов, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». 12 октября накануне Дня покрова Пресвятой Богородицы кубанские казаки отметят один из главных праздников – День кубанского казачества и 323-ю годовщину образования кубанского казачьего войска. Торжества пройдут во всех отделах войска. Но главное празднование состоится в станице Денской, на площади перед зданием администрации района, по адресу улица Красная, 55. В мероприятии примут участие казаки из Краснодара, Горячего ключа, Денского, Северского и Услабинского районов. В 11.00 начнется парад казачьих сотен Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска под руководством атамана Виктора Светличного. Парадные расчеты пройдут к фонтанной площади, где состоится концерт и будут работать выставка прикладного искусства и полевая кухня. В 1945 году советский режиссер Семен Тимошенко выпускает на экраны новый фильм «Небесный тихоход». Картина, посвященная войне и победе, основана практически на реальных событиях. Сюжет повествует о работе ночной бомбардировочной авиации на легких самолетах. И это уже не режиссерский вымысел. Биплан У-2, более известный как «Кукурузник», действительно активно использовался в военные годы, не только в сельском хозяйстве. Инженеры немного изменили конструкцию и переделали его в легкий бомбардировщик. Практика показала, эффект от «Кукурузника» есть. Командование быстро сформировало несколько авиационных полков с этими машинами. Полеты они совершали в ночное время, летали на малых высотах, практически незаметные для противовоздушной обороны противника. Немцы называли У-2 швейной машинкой, во-первых, из-за внешнего сходства, а во-вторых, экипажи самолетов часто формировались из одних только женщин. Чисто женским был, например, целый авиационный полк, командиром которого была назначена капитан Евдокия Бершанская. Со временем женщин-пилотов прозвали ночными ведьмами. Все полеты совершались исключительно ночью, а шелест воздуха под крыльями самолета был похож на звук метлы. «Данные самолеты не дают нам жить», – жаловались немцы. «Мы не можем разжечь огонь ни в маленьком костре, ни в печке». Экипажи У-2 сразу обнаруживают их и сбрасывают бомбы. «Кукурузник» был способен совершать до 10 вылетов за сутки. Это связано с небольшим расходом топлива и простотой в обслуживании. Такая малая авиация доказывала свою большую эффективность. Позднее работа ночных ведьм стала темой для киносценария. А легкие бипланы в редких случаях используются до сих пор, правда, уже в мирных целях. Это посмертная золотая маска фараона Тутанхамона – одно из величайших произведений искусства древнего мира и символ древнеегипетской культуры. Она также среди 5000 других сокровищ, найденных в гробнице правителя. Маску, золотой саркофаг Тутанхамона и многие другие артефакты из гробницы уже скоро выставят в Большом Египетском музее. Его открытие запланировано на 2020 год. Гробницу обнаружил в ноябре 1922 года археолог Говард Картер. Она стала величайшим открытием, поскольку оказалась наименее поврежденным захоронением. Благодаря ей ученые смогли узнать больше о том, как жили фараоны. А сам Тутанхамон стал одним из самых известных египетских правителей. В его гробнице среди прочих сокровищ были музыкальные инструменты, оружие, колесницы, мебель, сундуки с драгоценными украшениями и роскошная одежда. Ученые также обнаружили два крошечных гроба с младенцами. Предполагается, что это были две мертворожденные дочери-близнеца фараона. Тутанхамон – фараон из XVIII династии и последний правитель нового царства. Его также называют королем Тутан или мальчиком-королем. Когда он занял престол, ему было всего девять лет. Тутанхамон не дожил и до двадцати, умерев при загадочных обстоятельствах. Предполагается, что его убили. Гробница Тутанхамона стала одной из главных туристических достопримечательностей Луксора. Её сокровища пока выставляют в Каирском музее. Однако представлены там не все предметы, поскольку места не хватает. В Большом Египетском музее планируют показать артефакты Тутанхамона, которых публика ещё не видела. Подскажите, кто мне поможет рассчитать мою будущую пенсию? Вы сами можете. Теперь это несложно. Как? Зайдите в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. В нём ваш страховой стаж и заработанные пенсионные коэффициенты. Умножьте их количество на стоимость и прибавьте фиксированную выплату. Это размер сформированной пенсии на сегодня. Но мне до пенсии ещё далеко. А как сделать её больше? Белая зарплата и большой стаж. Будет больше коэффициентов и выше пенсия. Пенсионный фонд России Откуда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте своё будущее! МЧС России предупреждает. Регистрация маршрута – гарантия безопасности. Безопасность начинается с тебя. МЧС России 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 МЧС России